Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Недвигай ЕС, полезный канал про Испанию, поэтому подписываемся. С вами Виктор. В этом видео я расскажу о том, как происходит процесс покупки и оформления недвижимости в Испании. От момента, как вы сидите у себя дома и смотрите это видео, до момента, как открываете ключами свой испанский дом. Итак, мы решили приобрести недвижимость в Испании. До приезда в Испанию нам нужно подготовить все необходимые документы. Об этом я расскажу чуть позже в этом видео. Первым делом нам нужно подобрать собственно сам объект недвижимости и подписать договор о его бронировании, дать залог. В Испании такой договор называется резерва или аррос. В среднем он заключается на 90 дней и для этого при его подписании нам нужно будет вынести от 3000, но не больше 10 процентов от стоимости недвижимости. Этот договор послужит мотивом для получения идентификационного номера иностранца, так называемого НИИ, который необходим для приобретения недвижимости. Что это такое и где его получить, смотрите в этом видео. Также нам понадобится открыть счет в Испанском банке. Для этого мы заранее подготовили налоговую декларацию, справку с места работы и выписку со счета. Как открыть счет в Испанском банке, что для этого нужно и где его открыть, я подробно объяснил вот в этом видео. После того, как мы открыли счет и перевели туда необходимую сумму, нам нужно подготовить банковский чек на остаточную сумму стоимости квартиры. Далее путем переговоров назначаем дату на встречу в нотариусе. На сделке присутствуете вы или ваше доверенное лицо. В таком случае ему нужна доверенность от вас. Также, если вы не знаете испанского языка, то вам необходим независимый переводчик. Его данные также будут уфигурировать в купче. Какие затраты ждут нас при оформлении недвижимости и ее регистрация на наше имя? В среднем от 12 до 15 процентов от стоимости недвижимости. Сейчас мы разберем это детально. В нотариусе мы заплатим от 550 до 800 евро, в зависимости от стоимости недвижимости и расценок нотариуса. После того, как через три часа мы выходим от нотариуса, нас ожидает еще несколько непростых квестов, а именно подготовить так называемый сертификадо до секунда окупасьон. Этот документ говорит о том, что в нашем доме можно жить и позволит нам переоформить свет и воду на свое имя. Этот сертификат обойдется нам примерно 140-170 евро, из которых 80 евро это госпошлина и от 60 евро работ архитектора. Архитектор должен будет нанести визит в наш объект и выдать нам сертификат через несколько дней. Далее мы оплачиваем налог на передачу прав собственности. В Алисийском округе он составляет 10 процентов от официальной стоимости жилья. У нас на решение этого вопроса есть 30 дней. Также есть возможность разбить его на 12 платежей. Что касается процентной ставки других регионов, смотрите закреп в описании. После оплаты мы подаем квитанцию об оплаченном налоге и купчую от нотариуса в регистр. Оплачиваем там пошлину в размере от 150 евро. Все зависит от стоимости нашей недвижимости. Через неделю забираем наши документы и официально объект оформлен на вас. Параллельно нам нужно оформить свет и воду на свое имя. И вуаля, это приключение закончилось. Итак, дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и ждите следующих видео.